Недавно меня избрали заведующим кафедрой, я принимал МИФИ, так что теперь МИФИ мой дом, и естественно, выступление в нашей школе МИФИ мне очень приятно. Я стараюсь рассказать о новых открытиях физики венитарных частиц, но перед тем, как перед этим новым открытием, я позволю себе напомнить, как выглядит сейчас стандартная модель физики венитарных частиц. Моделью называется в действительности очень совершенное наше представление о мире, который описывает практически все, что мы таки наблюдаем. Но, правда, не описывает то, что мы не умеем наблюдать. Но как мы перейдем к художью, как еще раз больше. Началось как устоена материя. Сначала были элементарные частицы, и они по-прежнему, название элементарных частиц, сохраняется за громадным числом адронов, которые, как мы знаем, совершенно не являются элементарными. Появились большинство из них в 50-60-е годы, и эти частицы, которые работают в нашем институте, предложил называть адронами. И это было чрезвычайно важно. Представьте, если бы победило альтернативное название. И как у тебя звучало, большой адронный коллайд, а был бы большой символик коллайд, ужасный. Поэтому это очень было важное предложение, назвать их адронами. И основные состояния, которые были созданы в институте, это первеноны, у них целый спин, например, это ботонный трон, и мезоны, бозоны с целым спином. Понятно, что десятки, а потом и сотни, в кавычках, частиц никого не удовлетворяли, а это и решение нашей жизни, деланные в институте в 1964 году. Они предположили, что все адроны состоят либо из трех кварков, это прион, либо из кварка и антикварка. Антикварки обозначают черточки. Это мезоны. Надо заметить, что кварки обладают очень непригодимым свойством. Их, ну, во-первых, у них полуцелый спин, они очень много, но у них имеется дробно-электрический заряд. У кварков это плюс кандрики от заряда протоны, а у Д-кварка минус 1,3. Ну, так же они обладают брионным зарядом 1,3, поэтому, когда три кварка объединяются, то брионный заряд становится равным и единицем, как и должно быть. И, что важно, кварки обладают цвет. Цвет у них имеет связи до различных цветов, и цвет это в каком-то смысле аналог электрического заряда для сильного взаимодействия. Итак, картина про строение материи чрезвычайно проста. Атомы состоят из электронов и ягер, ягер состоят из протонов и электронов, протоны и электронов состоят из кварков. Электроны в атомах удерживаются за счет электромагнитного взаимодействия, его преимуществом является брион. В кладке внутри протонов и электронов удерживаются за счет обмена глионов, переносчиками синего взаимодействия. И, наконец, имеются еще слабые взаимодействия, которые, например, приводят к распаду нейтрона на протон, электрон и нейтрин. Переносчиками этого взаимодействия являются WB и Z-базоны. Здесь показана феймановская диаграмма этого вета-транспазма. Надо заметить, что все эти поля обладают очень важным свойством локальной калибромочной инвариантности. То есть фаза может быть производным образом изменена индивидуально в каждой точке пространства, и тем не менее взаимодействия будут инвариантны относительно к опыту как реализование. Поэтому эти поля называются калибромочными полями. И вот это условие в действительности налагает очень большие ограничения на структуру взаимодействия и в значительной мере ее определяет. В частности, нельзя ввести массу частиц просто руками к калибромочной поля. И для этого был найден механизм, вводится специальное поле Хиггса, которое в результате спонтанного нарушения струксиметрии приобретает ненуемое значение вакуумного среднего, и это дает массу всем фундаментальным частицам. Я подчеркиваю фундаментальным, поскольку масса протона и нейтрона определяется вовсе не массами квартов, а сильными взаимодействиями. Но масса кварков, любые и Z-патронов определяются, например, диктонов так же определяются поле Хиггса. Кварки начали искать, и поскольку механизм, методы поиска дробных зарядов были разняты давным-давно, и измерить дробный заряд было очень просто, очень быстро были получены очень жесткие ограничения на существование свободных кварков в окружающей нас квартире. Выход из этого положения был найден следующий. придумал такую пока еще не до конца доказанную теоретическую картину, которая называется неволитанием кварков или конфайментом. Если, скажем, ударить один кварк, чтобы вытащить его из адрона, скажем, из мезона, то что произойдет? Между кварком и антикварком начнет натягиваться струна из гиблионов, и в какой-то момент ее энергия станет такой большой, что будет энергетически выгодно не растягивать ее дальше, а родить парк, парк, антикварк. Что получилось? Получилось, что из одного одного, у нас получилось два одного. А свободного кварка будет. Если кварк ударили очень сильно, то этот процесс будет продолжаться, и мы увидим не кварк, а струю адронов вместо него. На этой картинке показано, как этот процесс модулируется на суперкомпьютерах, и это тоже с участием интерьера делалось. Надо заметить, что сила притяжения кварков огромна, около 12 тонн. Так что вы все это представляете. Но до конца доказать, что все именно так выглядит пока еще не удается. Это очень сложный процесс, но все думают, что именно такой механизм ее продают. Механизм конфайна. А вот как выглядит кварк в эксперименте. Это эксперимент H1, который работал на электрон-протонном коллайдере Гера. Здесь, вот с этой стороны, летели протоны, внутри вакуумной камеры. С этой стороны летели электроны. В центре детектора электрон рассеялся на кварке и полетел назад. Он прошел через трековые камеры и выделил энергию в электромагнитном коллайдере. Красным обозначено выделение энергии. Если мы построим выделившуюся энергию в элементах телесного угла, то есть по одной оси мы отложим вот этот угол, по другой азимутальный, то мы увидим такую башню, которая соответствует электрону. Ее высота это энергия электрона, импульс, а соответственно координаты это угодно. То есть мы знаем, мы измерили электрон. Но что происходит еще? В другую сторону полетел пучок частиц. Их много, они тоже выделили энергию как в электромагнитном, так и ватронном коллайдере. Но если мы построим точно такое же распределение, то есть энергию в задуманном телесном угле, то мы увидим тоже пик. И этот пик это наш кварт. То есть мы его видим, мы можем измерить его энергию, направление, но в свободном виде он не существует. Но то, что есть, нет никаких сомнений. Для того, чтобы что-то увидеть в детекторе, надо детектор сначала построить. Это большая работа. Каждый эксперимент в нашей области сейчас делается большими коллаборациями. Каждую группу, каждый институт делают какую-то часть установки, и потом их привозят на ускоритель, где происходит эксперимент, либо в обземную лабораторию. И там собирают и вместе, в первую очередь, выбирают разные. Здесь вы видите момент установки калоринга, который произведен в нашем институте. В институте установки калоринга. Итак, все очень просто. Намного проще, чем в химии. Для того, чтобы построить все то, что нас окружает, нам нужно иметь 4 кирпичика, фернона, из которых строится материя. Это декварт, букварт, электрон, электронная нейтрина. И, соответственно, нужны переносчики взаимодействия фотон, которые позволяют иметь. Надо заметить, что природа решила, что это слишком простая картина, и для чего-то создала еще 2 поколения квартных шканикторов. Для чего нужны эти поколения, пока не ясно. Вот это первое поколение, это второе поколение, это третье поколение. Своим свойством частицы в этих поколениях очень похожи на частицы первого поколения, но обладают большей массой и в конце концов распадаются на частицы первого поколения. Надо заметить, что массы этих частиц различаются очень сильно. Например, масса декварта примерно в 10-5 раз больше, чем масса декварта. Почему это происходит? Никто не знает. Это одна из самых больших загадок, которые остаются в той теории, которую у нас сейчас имеется на теории эксперимента. Другой интересным вопросом является вопрос связи квартных в поколении. Но больше всего связаны квартные внутри поколения. Их константы связи, в единицах константы слабого взаимодействия, между первым и вторым поколением константы связи порядка 0,2, а все процессы, естественно, пропорциональный планатору константы связи, всего лишь 4% от основного вклада. Между вторым и третьим поколением константы на порядок меньше, и, наконец, еще на порядок меньше одних между первым и третьим поколением. Откуда берется такая иерархия константы связи, пока совершенно непонятно. Так же, как до конца непонятно, зачем нужно три поколения. То, что их три, мы знаем из того, что Z-базон может распадаться на пару нитрин, и было измерено, что он распадается ровно на три поколения нитрин. Больше нитрин будет. Хотя это является, поскольку все нитрин намного легче, чем остальные частицы в поколениях, то предполагается, что и в четвертом следующих поколениях нитрин тоже должно быть легким. Хотя, вообще говоря, это есть некоторые предположения. Но есть и другие пути показать, что если четвертое поколение и существует, то его очень непросто совместить с существующими данными. Однако, такие модели есть, в частности, есть модель у Молошина и Новико, который показывает, что нет специальных параметрах, можно четвертое поколение добавить, и ничего не произойдет с нашими точными измерениями, которые сейчас осуществили. Но в любом случае, сейчас предполагается все-таки, основное, что существует только три поколения, и загадка и иерархии констант связи тоже является одной из таких нерешенных проблем в физике элементарной. А вот здесь вы, как я уже говорил, для того, чтобы что-то измерить, надо всегда что-то построить, вот на этой картинке вы видите, как мы собираем детектор Argus, на котором впервые были обнаружены связи кварков первого и третьего калибра. А могло и не быть. Кстати, эти связи это совершенно чему не противоречит. Ну, когда бы мир был не так, но довольно не совсем так. До сих пор я говорил о том, что все отродности состоят либо из трех кварков, это пулионы, либо из кварка антикварка. Почему они состоят из... Ну, потому что это способ создать бесцветный адрог. Цветы настолько, цветовое взаимодействие настолько сильное, что оно не позволяет существовать цветовым объектом с цветом. Ну, как с кварком, это не я. Кто-то еще. Вот. И а как сделать бесцветный адрог? Можно либо сделать из кварка антикварка, тогда получается низу. Это, соответственно, бесцветный будет. А можно сделать так, как с белым светом, который, если смешать три дополнительных цвета, то получится белый цвет. Поэтому так можно сделать бесцветный барион, состоящий из трех кварков с дополнительными цветами. Однако, ничто в теории не запрещало иметь более сложные объекты. Например, добавить либо к бариону кварк антикварковую пару, либо к мизону кварк антикварковую пару, либо вообще сделать адрог просто из глюонов, без кварка. Глюонов взаимодействует друг с другом, и поэтому можно сделать из них адрог без кварка. Такой адрог, даже название, его называют «Любинь». Его пока еще не нашли. Так вот, поиски таких объектов велись очень долго. Были здесь взлеты и падения в этих поисках. Когда-то считалось, что найдены такие необычные адроги. Но реально в первый раз, без всяких сомнений, это было продемонстрировано в эксперименте, в котором мы принимаем участие, в самом нашем активном участии, был обнаружен адрог, состоящий из B и анти-B кварков и еще двух легких кварков, включая заряженные. Как это было обнаружено? Здесь вы видите схему уровней системы из B, трелесного и анти-трелесного кварка. Их называют Y-мизонами. И система уровней очень похожа на систему уровней атома водорода. Здесь также имеются уровни с разной четностью, с разным моментом. Имеются переходы между этими уровнями, как электромагнитные, так и сильные. Но поскольку эта система имеет намного большую энергию, возбужденное состояние, то есть здесь возможные огромные переходы, но есть электромагнитные. И вот при распадах, нет, извиняюсь, при распадах Y5S уровня на пенезон, мы посмотрели на недостающую массу пенезон. Поскольку это делается на электронно-позитронном коллайдере, то начальная энергия у нас известна. И поэтому, измерив импульс пенезона, мы можем восстановить импульс того, что родилось вместе с этим пенезоном. И после очень непростого анализа, выяснилось, что в этой инвариантной массе, недостающей массе, имеется два пика. Эти пики соответствуют состоянию из B и A-ти B-кварка и пенезона. То есть это с очевидностью 4-кварковое состояние. Ну а вторым свидетельством было то, что эти ZV частицы распадаются также на Y, на Y, более низколежащие, которые затем распадаются на электроны и можно построить в варианте бумазу. Здесь тоже видны соответствующие пики. То есть это было сделано в прошлом году, но в действительности в один году доводилось до окончания работы. так же это совсем очень свежие данные. То есть теперь у нас есть адроны, которые состоят не просто из B и B и B. 4 или 10 классных фактов. Скорее всего, это так называемые моленкулы, которые предсказаны были и так просумнируем то, что мы выучили. Мы выучили одни проблемы. То есть с одной стороны, картина очень красивая и простая, но с другой стороны, у нас нет ответа на много вопросов. Почему массы квадрата так различаются? Вот видите, опять, порядков различия. Почему есть такая генеральная констант связи от единицы до 0,04? А поскольку все вероятности квадраты констант связи, то опять в наблюдаемых величинах это 10 в пятой очередные различия. И, наконец, самое главное, зачем нужны три поколения? И, возможно, ответ на этот вопрос дали Бояши и Москава в 73-м году, потому что они показали, что в случае трех поколений естественно возникает механизм, который дает возможность нарушить симметрию между материи и антиматерией. А нарушение этой симметрии необходимо для того, чтобы мы с вами существовали, поскольку без нее, как показала Андрей Дмитрий Сахар, не будет брионной асимметрии Вселенной, соответственно, не будет материи, из которых делают планеты, звезды нас смали. То есть это такая фундаментальная, казалось бы, причина иметь три поколения. Наше с вами существование безо всяких материй, но то сомнение является фундаментальной причиной. Как это выглядит? А выглядит это то, что константы связи образуют треугольник на комплексной плоскости. То, что этот треугольник, это простое следствие унитарности матрицы, которая 3х3 матрицы, которая описывает связи кладков различных поколений. Если четвертого и дальнейших поколений нет, то эта матрица унитарная, произведение столбцов этой матрицы должно равняться ему другу. Ну а здесь просто-напросто показывают произведение столбцов этой матрицы, где некоторые члены просто опущены, поскольку они равны единице. Например, здесь стоит не ВТД, а ВТД на ВТБ. Но ВТБ равно единице с очень высокой точностью, поэтому здесь мы его не пишем. Итак, константы связи, которые мы обсуждали, ну и некоторые кандидации, образуют треугольник на комплексной плоскости, а углы этого треугольника определяют ЦП нарушение. Ну и для этого понять. Для того, чтобы ЦП нарушение существовало, нужно, чтобы какие-то константы имели комплексность. И эта комплексность возникает, имеется, если углы не равны. Мы в эксперименте Аргус и других экспериментах также измерили все вот эти углы. В эксперименте Аргус мы впервые вот этот углазмерили, вот этот впервые вместе с американцами, ну а этот наиболее точно также мы измерили. И показали, что углы в действительности большие, но точность по измерению сторон была, конечно, недостаточно, чтобы делать какие-то предсказания. Как предсказания, но это наше измерение позволили построить так специализированные ускорители по производству приветственных частиц в фабрике. Одна была построена в Японии, вторая в Америке в Санаке с целью как раз измерить углы вот этого вот основная цепь и показать, что работает ультонизм нарушения симметрии между материи и антиматерией художной Кабояши и Москава. А надо заметить, что для некоторых распадов различия в распадах материи и антиматерии выглядит особенно просто, когда частичка распадается на одинаковые конечные состояния возможно. Верезон и антиберезон распадают распадаться на одинаковые конечные состояния и разность между этими распадами пропорционально просто синусу двойного угла и осценируют со временем. Такая очень очень простая форма. Бэйфабрики были построены и мы принимаем участие в экспериментах на одной с ней в эксперименте Бель и там были измерены то, как распадаются прелестные частицы и антипрелестные частицы Бэй антиберезоны и разница между этими распадами как вы видите совершенно замечательно описывается то есть синусоиды которые было показано на прошлой картинке. В результате стало ясно, что механизм предложенный Кабояша и Москава правильный и он является основным механизмом нарушения которое мы наблюдаем сейчас в Марково Северной и соответственно Кабояша и Москава получили за свою работу на древеское время а везде они подчеркивают что получили они ее благодаря исследованиям делали эксперимент в Марково надо заметить что за это время выяснилось что механизм Кабояша Москава того нарушения симметрии между свойствами материи которые имеются в этом механизме недостаточно для того чтобы описать избыток материи во Вселенной то есть недостаточно для того объяснения нашего существования а нужны какие-то еще механизмы дополнительные кроме механизмов Кабояши Москавы сейчас такие механизмы их поиск ведется готовится эксперимент 2 в котором принимаем участие и поиск ведется в эксперименте LHCB где мы очень активно участвовали вот здесь показан эксперимент LHCB его схемы надо заметить что руководителем коллаборации комбатной коллаборации 700 ученых из разных стран мира США Японии из разных стран мира и был сотрудник ИТЭП это вообще говоря показывает что наш вклад в эту область физики достаточно значим галки галки вот здесь вы видите этот канониметр который мы сделали для этой установки он конечно как громадный будет делать установки чтобы что-то новое узловать в нашей области итак во время эры арбуса и тлео были измерены стороны треугольника унитарности как его называют и показано что положение вершины не очень точно определено но все-таки что углы большие за время эры пьев и боба эксперименты на бэдфабриках точность положения вершины улучшилась драматически но надо заметить что это еще не конец истории здесь с улучшением точности начали возникать некоторые проблемы так точное измерение вот это улаз который известный источник примерно 3% не совсем сходится с измерениями непрямыми это измерение много треугольник переопределён можно использовать разные измерения для определения непрямые измерения дают отличающиеся значения значимые находили это просто для этого и готовится новый и здесь я хочу показать графический как выглядит то что мы знаем слева показана матрица Кабиба Габояши Москавы это матрица связи ват различных поколений и вы видите здесь показаны квадраты этих значений так что они соответствуют вероятности соответствующих процессов внутри поколений внутри поколений связи очень большие между первым и вторым поколением связи поменьше между вторым и третьим еще меньше ну и вот вы с трудом видите вот эти маленькие точечки которые соответствуют связи между третьим и первым поколением откуда берется такая иерархия констант связи неизвестно может быть это говорит нам о физике на совсем больших энергиях которые недоступны на ускорительную но для этого нужно создать теорию которая будет экстраполировать наши знания при низких энергиях большие я не могу удержаться и не показать аналогичную матрицу для нитрина нитрина как и и кладки массовые состояния нитрина отличаются от состояния как говорится флеймерных то есть те которые рождаются вместе с электроном и поэтому возникает осцилляции и вот в этом году наконец была измерена измерен последний элемент этой матрицы которая называется пи м нс буковка пи это тут икон и я очень рад и воевал за то что эта буковка здесь появилась японцы меня чуть не убили когда конференции в Японии спросил почему этой буковки нет хотя до тех пор он первый написал соответствующие матрицы а мнс это макина и японцы долго сопротивлялись но в конце концов мировое сообщество согласилось что должна называться питер структура совершенно не похоже нас случилось опять почему ответ на этот вопрос и надо заметить что то что вот этот элемент последний элемент оказался не имеет чрезвычайно значение поскольку это позволяет надеяться измерить цп нарушение различие свойства матери материи в лифтоновом секторе в случае в случае а здесь вот просто показано как это измерение происходило в прошлом году были некоторые намерки меньше трех сигм в титуке и в дабл шо а в этом году три эксперимента достигли четыре эксперимента достигли уже ну трех сигма а уже далее уже 77 то есть сомнений в том что этот элемент обнаружил я должен сказать завершая извиняюсь за столь длинное введение но здесь тоже были новые результаты это совсем введение что слабо электромагнитное взаимодействие является проявлением единого электрославного взаимодействия и лучше всего это видно на картинке где показано как электромагнитные силы слабые силы сравниваются при больших энергиях взаимодействия теория прекрасно работает но есть надежда что еще еще больше энергиях будет гранд юнификейшн обвинется слабое электрославное взаимодействие с сильным но в них когда-то будет герметация то как это будет происходить иллюстрирует вот эта картинка мы тоже получали это зависимость константы сильного взаимодействия от энергии ну вы видите что константы совсем не константы поэтому их называют бегущей константы все константы меняются с расстоянием это происходит из-за того что вакуум не является пустым у него постоянно возникают пару виртуальных частиц например кварк-антикварк литрон-ситрон или льоны петли возникают и это приводит либо экранировки заряда либо антикарнировки заряда в случае электромагнитного взаимодействия константы растет с энергией а в случае сильного взаимодействия падает но это кстати очень важно тоже явление которое называется освободы которые в 2004 году была дана мобильская премия а что это такое на малых расстояниях парки и глион ведут себя как свободные частицы и там все можно сосчитать квадрат на взаимодействие становится точное вычисляем науке вот ну а сколько у меня еще есть на теперь я перейду к самому главному к самому главному открытию не только этого года но и я бы сказал нескольких десятилетий физики частиц к хиксовскому вот здесь показана картинка наших познаний о хиксовском обозоне которая была летом прошлого года что мы измерения на веке ограничивали массу хиксовского обозона требует чтобы она была больше чем 114 то есть вот эта область исключена кроме того а точные измерения стандартной модели позволяли оценить массу хиксовского базона поскольку хиксовский бозон должен входить в петлевые диаграммы и менять предсказания стандартные модели к сожалению делает он это во многих случаях достаточно неуверенно как бы сказать логарифмические зависимости поэтому точности здесь невысокие но тем не менее тем не менее вот имеется вот такое предсказание для массы хиксовского бозона на основе точных измерений модели и массы при этом наиболее вероятное значение находится ниже 100 вверх что уже исключено экспериментом но это все статистически здесь показана кривая вероятность квадрата насколько одно значение вероятнее другого вот ну и скажем все эти значения вообще говоря имеют вполне разумную вероятность ну и наконец небольшая область была уже исключена на тело это то что мы знали в прошлом лет уже феврале этого года ситуация изменилась грамотически здесь показано поиски хиксовского базона в экспериментах 7 с и а что здесь показаны теперь вы будут повторяться еще и еще поэтому я объясню что здесь показ показано реальное измеренный верхний предел на сечение рождения хиксовского базона в единицах сечение предсказываемого стандартной модели поэтому если эти точки находятся ниже единицы это значит что показаны они в зависимости от полагаемой массы то это означает что в этой области хиксовского базона нет но на этой картинке есть еще важная информация здесь фруктиром показана ожидаемая чувствительность то есть в среднем какую какой предел должен был установить эксперимент в этой области конкретной точке вот здесь предел оказался хуже чем ожидаемое а вот здесь он оказался лучше лучше нет здесь оказался лучше и то насколько лучше показаны цветами зелененьким это показано отклонение плюс-минус одна сигма а жертвеньким показано отклонение плюс-минус две сигма поэтому если наблюдаем выходит из вот этих из вот этого цветной классы то это говорит о чем-то либо о том что наблюдается хикс и базов либо о том что что-то неправильно в эксперименте тоже может быть вот и как видите большей части все в порядке кривая находится внутри разрешенного интервала получено но имеется небольшая область в районе 125 где где она выходит существенно за несколько точек за разрешен то есть предел оказался намного хуже чем ожидалось вот почему это потому что там есть хикс и этот такой избыток наблюдался и в одном и в другом эксперименте поэтому все с нетерпением стали ждать следующих результатов ну а вот здесь то же самое показано немножко на другом графике здесь показано график массы в зависимости от массы декварка ну и поскольку декварк меняет массу декварка то здесь имеется такая зависимость предсказаний но масса дуплевого обозона меняется за счет диаграмм с хиггсовским обозоном и хотя это зависимость слабая тем не менее предсказывается вот такая область из точных измерений стандартной модели и видно что эта область согласуется каким-то своим кусочком с массой хиггсовского бозона в районе 125 г которая разрешена прямыми поисками то есть все пока сходится и что же мы видим ну для того чтобы обсуждать дальше надо смотреть как как хиггсовский бозон рождается естественным образом за счет за счет тяжелых частиц вот здесь показан диаграмма где его испускает текла а текла возникает из двух глионов есть и вот такая диаграмма она называется R с W Z бозоном рождается хиггсовский бозон но распадается он соответственно опять-таки на частицы с наибольшей массой при 125 г наиболее вероятным распадом является распад на B антибэ пары но искать этот распад чрезвычайно сложно поскольку B антибэ пары имеются в каждом сотом событии на LHC то есть фон здесь чрезвычайно большой и поэтому подавить его тяжело следующим является тау-тау и недалеко от W 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 из W 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 очарованные парки который тоже видеть практически невозможно и их очень много есть еще один распад является очень редким но другой стороны очень и разрешение по массе очень хорошие поэтому этот распад очень важен и он сыграл ключевую роль в открытии хиггсовского бозона. Это распад на два гамма-кванта. А как хиггсовский бозон распадается на мисмассовые частицы? Точно так же та же самая диаграмма, только если на нее посмотреть в другую сторону. Хиггсовский бозон может спустить не два грёвы, а может и два фартуры спустить. за счет вот таких вот диаграмм. Как все это должно выглядеть на эксперименте? Ну вот здесь это результат моделирования. Здесь показано, как выведен в хиггсовский бозон, который распался на базе бозона. Каждый из них распался на базе бозона. Это самый легко установимый процесс, который хиггсовский бозон может искать. Вместе с вот этими меланами, которые здесь показаны, рождается неимоверное количество частиц, но насколько они имеют большой импульс и будет идентифицироваться как гамма-кванта, то этот распад легко восстановит. А вот здесь вы видите реальный распад на два гамма-кванта. Ну конечно, мы не можем сказать, что именно этот распад является распадом хиггса, может где-то фоновый распад, но это кандидат в распад хиггса на два гамма. Вы видите, это установка CMS, родилось опять много частиц, даже здесь не все показаны, и имеется два нейтральных объекта, трек сюда не идет к этому, к выделению энергии в калории, которые показаны такими цветом. И вот есть один фотон, и второй фотон, они изолированы, вокруг них нет ничего. И это как раз хороший признак того, что это распад хиггса на два гамма-кванта. Ну и я думаю, что действительно я на этой красивой картинке остановлюсь, а детали того, как был открыт хиггсовский указан тоже обсудим после небольшого перерыва. Спасибо. Пять минут перерыва. ...как все это происходит. Вот это данные уже 4 июля этого года. Вы видите, уже даты, сколько часы надо ставить. Последние данные у меня будут в недельной давности, так что все совсем свежее. Что здесь показано? Давайте посмотрим на эту картинку опять внимательно, потому что она заслуживает внимания. Здесь показана вероятность того, что фон, вот здесь вот есть спектр гамма-гамма, да, в зависимости от массы. И здесь показана вероятность того, что фон даст фруктуацию, которая, ну, будет как-нибудь вот таким образом, типа хиггсовского базора. И везде эта вероятность оказывается маленькой, это означает, что никаких выбросов здесь нет. А в районе 125 вверх имеется замечательный пик, который доходит до вероятности 10 минус 6. Вот, а 10 минус 6 это почти что 5 сигм. То есть вероятность такой фруктуации очень малюкая. Дальше, как эта вероятность рассчитывается? Это не просто хит вот этой кривой с наборным резонансом у нее, с пиком. Дело в том, что различные события гамма-гамма имеют различное поведение. Например, если хиггсовский базор рождается вместе с WZ-базоном, то эти события, они очень специфические. И фон в них в 10 раз меньше, чем в такой вот инклюзивный общий фон. Поэтому эти события, когда есть признак того, что рождается дубль на WZ-базон, это другая диаграмма, которую я показывал на рождении, они анализируются отдельно. Также отдельно анализируются события еще другого типа, когда рождается хиггсовский базор. Опять-таки гамма-кванты, когда я говорю гамма-кванты, это гамма-кванты очень специфические. Вообще в каждом событии тысячи гамма-квантов имеются. Но для вот этого распределения являются гамма-кванты, у которых нет заряженных частиц, у которых хорошо работал калориметр. Некоторые гамма-кванты, это гамма-кванты, которые конвертировали внутри установки, и их идентификация еще лучше, чем обычно гамма-кванты. И вот все эти тонкости, они учитываются в общем вычислении вероятности. И если мы просто профитируем вот этот вот пик, то мы получим три с половиной силы. То есть, не бог лишь что, да? То есть это не открытие, некоторые указания, но не открытие. Но если посмотреть внимательно, разделить на десять категорию гамма-кванты, то тогда и достигается вот эта чувствительность на уровне 10, не на 6, то есть на уровне 5. А вот другой канал распада, это распад на Z и Z виртуальный, которые восстанавливаются на 4 лептона. Вот этот вот ожидаемый сигнал от Хиггсовского базона, я сейчас здесь не помню. И что мы видим, число событий здесь невелико, но и вкон очень маленький, поэтому этот канал тоже дает свой план существенный в доказательстве того, что Хиггсовский бразон существует. Можете спросить, вот этот мощный выбор на Z виртуальный оттуда будет взялся? А это Z, Z, идем на 4 лептона. Один Z? Два Z. Тогда не будет уменьшенная масса такая? Будет оба гражданная, а виртуальная они. Они есть, это такой процесс есть. Есть лишь. Процесс много раз, но это прям назвать здесь есть. З4 лептона. З4 лептона. З4 лептона. Бывает. З4 лептона. Я думаю, что понятно все это существует. Правильно. Так вот. Здесь показано несколько кривых опять в той же самую грани. Вероятность того, что фон скуктурирует и даст такое значение, которое наблюдается. Здесь разные цвета, разные состояния. Красненький — это Higgs в Z. Опять, Z виртуальный один. Вы видите, вот эта кривая, она находится примерно для трех сил. Затем зеленый — это Higgs в гамма-гамма. Но картинка, она показана здесь, как это выглядит в случае CMC. Вот эта кривая — это Higgs в WV. Поскольку в этом случае мы видим только два лептона от WV, то империанную массу восстановить практически невозможно. Она очень широкая. Поэтому все, что мы видим, это мы видим, что некоторые избыток с двумя электронами, и он не имеет пика по массе. То есть он имеет очень широкий по массе, и в этой области он просто выведет плоским, но с другой стороны он тоже добавляет некоторую значимость в том уровне, поведение, которое имеется. А вот это вот событие Tau Tau какой-то из них, сейчас и вот это вот WV, WVM, а второе Tau Tau, И здесь нет никаких признаков Хиггсского базона. Но то, что нету этих распадов, сразу породило уйму спекуляций среди теоретиков. Но надо понимать, что чувствительность к этим распадам была очень низкой. И то, что они не наблюдаются, еще ни о чем не говорит. И вовсе не говорит о том, что Хиггс не любит фермионы. Ничего подобного. В действительности Хиггс еще как любит фермиона, и мы это знаем уже сейчас, потому как он рождается. Это мы будем чуть-чуть дальше. Почему Хиггс такой важный? Но дело в том, что без Хиггсовского базона сечение такого рассеяния растет с энергией и нарушает унитарность. А кроме того, это происходит уже на масштабе 1ТФ. То есть Хиггсовский базон, либо что-то еще необходимым на масштабе масс в 1ТФ. Ну а второе, такие петлевые диаграммки расходятся, и поэтому нет невозможность все считать, как следует. Если же Хиггсовский базон имеется, то в дополнение к такой диаграмме имеется диаграмма с Хиггсовским базоном, и все рассечение литиней растет, все в порядке. Но в режиме и добавление Хиггсовского базона, опять-таки, делает все вычислимым. Поэтому можно посмотреть на это в следующем образом, что без Хиггсовского базона, та стандартная модель, о которой мы говорили в начале лекции, она была справедлива только до масштаба ТЭМа. На ТЭМе что-то должно было случиться. Если не Хиггсовский базон, то что-то еще. Именно вот это соображение, оно было абсолютно неубиваемым. Что-то должно было произойти. И поэтому так были ученым уверены в том, что следует строить небольшой дом Миколаевской, и вот с такой энергией, что что-то там будет найдено. Не обязательно Хиггсовским базоном, а Хиггсовского базона в одной и не быть. Но что-то должно было произойти на энергию ГИНТЭФ, иначе там не нарушался. Могло бы сильно взаимодействие между новым, тип сильного взаимодействия, который бы остановил рост сечения, дополнительное измерение. Ну, идей будет высказываться очень новым, что могло бы быть на одном береге. Но что-то должно было быть. Поэтому строительство Хиггсовского базона было очень серьезным обосновок. Теперь с Хиггсовским базоном. В принципе, стандартная модель может быть справедлива, вплоть до, может, не до Платовской массовой 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 объединения. Однако, надо сразу сказать, что маленькая масса Хиггсовского базона неестественна в стандартной модели. Питьевые диаграммы приводят к тому, что масса Хиггсовского базона естественно растет до очень больших масс, но чуть не до массовой план. Поэтому нужен какой-то механизм, который стабилизирует массу Хиггсовского базона при небольших массах. Ну а теперь мы поговорим о том, что произошло уже после 4-го февраля, и мы более детально посмотрим на все каналы распада, которые имеются, и на свойства Хиггсовского базона, и на перспективы, которые у нас имеются. Вот это 4-е июля, к этому моменту было набрано примерно 5 обратных февдобан в 2012 году и 5,6 в 2011 году, то есть сумма около 10. За это время, на настоящий момент, набрано статистика уже утворена. То есть в карманах у экспериментаторов уже лежит в два раза больше событий, чем было в июле месяце. Что? Надо заметить, что это дается не бесплатно. Вот здесь показано, что светимость уже приближается к той светимости, которая была запланирована на LHC. А количество столкновений, количество столкновений, вот здесь отложено, на одно пересечение панчи. Оно уже превысило то ожидание, которое было при планировании экспериментов и, соответственно, их строительстве. Что это означает? Это означает, что очень тяжело анализировать имеющиеся данные. Вот здесь вы видите события, где 25 восстановленных вершин. А может быть, тут есть еще и не восстановленные. Ну хорошо, здесь удалось восстановить вершину Z распаза на LHC. Это очень красиво, но вообще говоря, это очень тяжело для экспериментаторов иметь такое увеличение. Количество взаимодействий в одном мальчике. Может быть, одним из наиболее важных параметр является недостающая энергия, потерянная поперечная энергия. Потому что на основе наличия этой энергии отбираются очень многие процессы. И на том, что ее нет. И вот на этой картинке показано для эксперимента Атлас, как она ведет точность в определении потерянной энергии. В зависимости от числа восстановленных вершин. Вы видите, что ухудшение в два раза уже произошло. Даже при среднем значении 18. А сейчас она уже перепревалила. Достигла 30. Одна эта экспериментатора напрягиваясь всей своей силой и сумели подавить фон от дополнительных вершин, рассматривая треки, которые из них вылетают. И это очень большая и сложная работа. Более всего от этой работы и получаются те результаты, которые вы потом имеете. Без этой работы их нет. Это вот та работа, которой приходится заниматься долго-долго для того, чтобы потом получить одну красивую. Вот это очень красивый результат. Удалось удержать разрешение недостающей энергии у нас с постоянного уровня до большого количества взаимодействия. Это очень серьезный, экспериментальный результат. Улучшалась эффективность восстановления электронов, гуонов, работы калорийников и так далее. То есть, за всем за этим стоит очень большая работа. Давайте еще раз посмотрим на различные сечения и распады. Вот здесь до этого я показывал только два механизма. Это гуонов, гуонов, т-кварки, хиггс, скипазон. И ассоциативное рождение стульбе и з-2-2. Но, в принципе, возможно еще вот такой механизм, когда имеются кварки, которые, соответственно, будут быть зарегистрированы в эксперименте, и тем самым они позволяют уменьшить форму. А, во-вторых, они позволяют идентифицировать, какой механизм это. Вот такой или вот такой. То есть, можно отделить эти два механизма. Они очень интересны, почему они надо отделять. В этом случае это фирменное рождение хиггсовского бозона. А здесь бозоны его рождают. Ну и здесь бозоны тоже. И в этом случае тоже можно этот механизм отделить от вот этого и от вот этого тоже. Ну и, наконец, может быть рождение с декларком. Вот такая диаграмма. И этот механизм рождения тоже выглядит специфично в детекте. И можно разделить, ну, статистически, естественно, эти механизмы. Ну а сечение разных механизмов, оказывается, здесь вот они, конечно, различаются очень сильно. А распады, наиболее чувствительные распады, это те, которые мы уже обсуждали. Это Хиггс на З, З виртуальность на 4 рептона. Хиггс на гамма-гамма. Хиггс на W, Виртуальность, распад на 2 рептона. А затем уже идет распад Хиггса на Тау-Тау, который тоже, в принципе, можно заметить. а вот распад на эти вы можно обнаружить только если мы восстановим еще и без этого он слишком большим поэтому его можно изучать только вот в этом рождение хорошо давайте посмотрим на канал еще раз вот здесь вы видите как выглядят события эти и соответственно я уже говорил что простой не приводит к той значимости которые а для того чтобы получить эту значимость события делятся на разные категории всего 10 категорий тогда категория когда хиксовский бассон рождается вместе с парой антиквар их видно и их наличие снижает такие события вот здесь вот нет это совсем не так стандартное а вот не так значит стандартное рождение давайте я тогда покажу эти диаграммки они означают геоны пружинами рисов геоны пружинами вот эти а там дубль и з это да вы и и такие тоже возможно кстати тоже могут быть и геоны в той диаграммике они все равно будут разные да вот тогда это неправильно я в действительности здесь конечно другой другой механизм это когда ассоциативное рождение с 1 и 2 и 2 зоны тоже они и соответственно спрашивали как развивалась со временем картинка вот здесь покажем показано сравнение того что было в 2000 сейчас вот эта картинка это 2011 год то что имелось а вот эта картинка то что в 2012 видно что они вполне совместимы в пределах ошибок поэтому из них можно сделать вот такую вот общую картину теперь она здесь достигает 10 минус 6 а ожидаемое ожидаемое она находится всего лишь о чем это говорит это говорит о том что либо сечение больше либо это была счастливая ситуация то есть еще раз хочу ожидалось что чувствительность этого канала будет вот здесь вот оказался вот здесь у которого еще вернулись и вот здесь еще одна картинка вот это вот инклюзивный спектр когда нет не делится на категории просто а здесь уже он немножко улучшил на вас как особо различить а вот канал канал здесь тоже сравнение данных 2011 года и 2000 2012 года 2011 года а 2012 год это красненький ну и опять видно что они совместимы и совместные вот это вот у вас есть а вот это вот и все это вот это вот это вот и все это вот это вот Это не торчит, это так должен был выглядеть сигнал Хиггса. Вот то, что здесь показано, это показано реальный Z, вот это то, что они наблюдали, вот он, Хиггс, который 125, и тут точки идут выше фона, а вот это вот все фон. А вот этот пик показывает, как бы выглядел Хиггс, если бы он был здесь. Здесь нет ничего. А вот здесь вот, как бы Хиггс выглядел, если бы он был вот в этом месте, и опять нет. Я хочу, я не знаю, потому что, когда у вас актенера больше 100, 80-летний, то есть в Марианин Z, и он очень очень экспериментальный. А, вот фон, да, конечно. Марианин Z. Да, да, правильно. Правильно они вот здесь вот. Вот, и опять то, что ожидалось, то, что ожидалось. Ожидалось меньше, то есть либо экспериментом повезло, либо бренчинг не такой. Ну а почему ведет себя вот таким образом в этой кривах? То есть ожидаемая значимость быстро растет с массой. Но просто по той причине, что сечение на бренчинг при увеличении массы Хиггсовского бозона, масса подходит к двойной массе Z бозонов, и, соответственно, сечение на бренчинг резко растет. Поэтому ожидаемая чувствительность, она резко уменьшается с массой Хиггсовского бозона. А фон нормирован на пик от Z? А? Фон нормирован на пик от Z? Фон нормирован на все стандартные процессы, которые имеются и с Z бозонами. Здесь есть и другие фонды. Это есть два Z, да, вот два Z это вот этот фон. Затем есть Z и джеты, это вот этот фон. Ну и какой-то еще есть фон. Они уже меньше. Заметно, что между 200-ми и 300-ми там согласие ожидания с наблюдением такое, не очень хорошее. Ну вот видно, что данные, да, в этом времени данные стабильно идут выше, чем в ожидании. А это как-то учитывается в этих статистических результатах, что здесь есть такие? В данном случае, насколько я знаю, нет. То есть не было такого фита, чтобы от него подгоняли, а брали тот фон, который в разных местах измерен и проверяли, что он не противоречит. В общем, здесь противоречия все-таки нет, да, хотя и несколько точек выше. Нет, это, насколько я знаю, иногда это поправки не делают. Больше, чем на одну Сигму, только одна точка. Больше, чем на одну Сигму, только одна точка. Да, но их много зато. Вот две точки больше, чем на Сигму и еще несколько. Ну правда, вот есть две точки ниже. Так что, ну реально тут значимого противоречия нет, поэтому фита здесь, насколько я думаю, что это не противоречие. Ну опять, я подчеркиваю, что значение оказалось полученной чувствительности, когда у вас выше, чем ожидалось. Ну вот так вот выглядит событие красиво. Здесь показан детектор и видны вот это, насколько я понимаю, электроны, а это не умоны, да? Вот, два миона, два электроны. Очень красиво. А вот канал В-дупринга. Здесь что мы видим? Мы видим, что пика нет, потому что нет возможности установить массу вариантную, поэтому есть просто такое понижение. И в этом случае опять то, что ожидалось от фона, это 168 событий, от Хиггса с массой 126 ожидалось 25 событий, а наблюдалось, ну, существенно больше. То есть опять либо прислали, либо эвакуация. Ну а вот как это выглядит, избыток зависимости от массы. Он такой широкий, но очень существенный, но больше, чем один раз. Ну и наконец, если все это сложить, то вот результат недельной давности от Атласа, он уже достиг 10 минус 9. А 10 минус 9 это уже 6 транзартных отлонений. Правда, надо заметить, что стандартные отлонения можно считать по-разному. Дело в том, что, когда говорят, вот вероятность 10 минус 9, вот здесь минус 9 это вот в этой точке. А пик, в принципе, мог быть в любой другой точке. И если вы экспериментатор увидели пик вот в этой точке, то они бы его тоже взяли, они бы его не относили. Поэтому вот эту вероятность 10 минус 9 надо умножить на количество точек, в которых это могло произойти. Это так называемый лук-эвэр-эффект. И если люди разделяют локальную сигнификанс, то есть точки и глобальную, и глобальная она поменьше, но все равно высокая. И колизка уже выглядит вот таким образом. Вот эта область вся исключена. Вот здесь вот имеется почти 6 сигм у Атласа. И, соответственно, вот их разбиение по разным каналам. Еще раз подчеркну, что каналы на Тау-Тау и ВВП не видны, но, с другой стороны, и чувствительность здесь очень маленькая. Поскольку массы здесь все совпадают, то их можно объединить. А вот эта картинка показывает то, как отношение наблюдаемого сечения на бренчек к ожидаемому в стандартной модели. И вы видите, что и канал в 4 лептона, и даму-гамма, и ВВП, они все больше единицы. То есть сигнал больше, чем ожидалось. Ну, пока еще противоречий никакого нет, но, тем не менее, все очень заинтересованы. Смотрят на это, и теоретики пишут уже статьи про различия, отличия от фандартной модели. А вот аналогичная картинка в СМСе. Ну, в СМСе все согласуется несколько лучше. Единственная правда, гамма-гамма канал тоже выпадает больше, чем ожидается в стандартной модели. А все остальные каналы, они находятся в согласии с стандартной моделью. Вот эту картинку я просто хотел показать. Здесь разбили события на те, которые возникают из-за диаграмм с обменом Т-квартру. Это вот эти вот диаграммки с рождением хиггсовского бозона из калибровочных бозонов. И вот здесь показано отношение сигнала к ожидающему стандартной модели для бозонных каналов, а здесь для каналов, где хиггс рождается из фирму. Но и наблюдаемая точек превосходит единицу и единицу стандартной модели и по одному направлению, и по второму направлению тоже. Это говорит о том, что хотя в настоящий момент распадов на фирмионах хиггсовского бозона, ну или того, той частицы, которая наблюдается, не наблюдалось, но связь с фирмионами существует, и она такая, какая ожидается в стандартной модели, либо даже чуть-чуть больше, потому что он рождается за счет процессов с Т-кварт. Что будет дальше? Ну, значит, будут к концу 2012 года, будет получено от 4 до 5 сигн в каждом из каналов и в каждом эксперименте, на уровне 3 сигн, когда должен быть открыт распад хиггса на Тау-Тау и, может быть, на БФР. А также удастся разбилить 0 плюс и 2 плюс и 0 плюс и 0 плюс и 0 плюс и 0 плюс. Дальше, что будет? В 2013 и 2014 году будет шантаун LHC и будут улучшены разные проблемы в магнитах, что позволит в 2015 году получить 13 ТЭП. 14 ТЭП, по-видимому, не будет получены никогда, по той причине, что магниты слишком часто теряют сверху водимость, когда приближаются к максимальной энергии. Поэтому, скорее всего, на 13 ТЭПах LHC так и будет работать на конца своей жизни. Но 13 ТЭП, в общем, это уже много. Светимость достигнет 10,34 и будет набрано 100 фенто-барн. Это в три раза больше, чем сейчас будет набрано. Затем будет еще один шантаун. Второй. Светимость будет увеличена в два раза и после этого будет набрано в три раза больше светимости. Это будет, наконец, очень большой шантаун в 2022-2023 году. И светимость будет еще увеличена в два раза и после этого будет набрано светимость 3000 фенто-барн. У нас такие планы на далекую кризис. Что с этим можно будет сделать? Здесь показаны различные каналы расклада. Для того, чтобы показать, что хикс – это хикс, нужно измерить его константной связи со многими частицами. У нас здесь показана точность, которую можно измерить в случае 300 фенто-барн и 3000 фенто-барн, константной связи с хиксом с му-мю. Точность здесь не такая уж хорошая. Это вот 30%. То есть, грубо говоря, это только-только заметить на это до уровня трех сил. Здесь есть наблюдение. Тау-тау, ZZ намного лучше. Габа-габа – это не очень хорошо. Значит, вот здесь в СССР габа может получше. И отношения, отношения показывают здесь, какие можно измерить. Ну, видно тоже, что при 300 фенто-барнах, в общем-то, точность не очень хорошая. Грубо говоря, 50%, а при 3000 – скорее 20-30%. Вообще говоря, есть надежда измерить даже селф-капплинг Хикса, но на трех силах, то есть, скорее всего, это не измерение. Это даже не измерение указания. Вот. Ну, и вот здесь такие же картинки для CMS. Здесь показано, с какой точностью будут измерены различные константы взаимодействия Хикса с ВВ, Тау, ВВ, ЗЗ и Каму-Каму в конце этого. Надо заметить, что информацию о Хиксовском бозоне можно получить не только из кривых поисков, а в редких процессах тоже чувствительны. к Хиксовскому бозону, вот здесь вот, к заряженному Хиксовскому бозону показано, как чувствительны распады В-визона. Все эти распады мы в эксперименте видели, и они уже укладывают ограничения на Хиксовский бозон, на заряженный Хиксовский бозон. Причем эти ограничения, они лучше, чем прямые ограничения поисков на ЛХС. И здесь вот показано то, что на ЛХС должно быть этого на 3.2. Надо заметить, что как раз этим летом были получены очень неожиданные данные клаворации бомбар, которая измерила бренчинги В, Д и Д со слезочкой Тау-Мем. Вот они покажены здесь вот этими полосками. И оказалось, что они не... А вот это вот предсказание для модели заряжено с двумя Хиксовскими дублетами. И видно, что они не согласуются с другим другом. Таким образом, вот эту модель, где Хиксовские два дублета, разную, связанную с атритовыми пахами, можно исключить. В общем, все это противоречит стандартной модели на уровне примерно 3.4 к Сигму. Ну, насколько это серьезно, пока сказать трудно. Другая проблема в стандартной модели, которая тоже много обсуждается, это то, что коллаборация над иной увидела очень большое цепь нарушения в распадах бейликзонов, бейликзонов, скорее всего. Вот. И этим летом коллаборация в LHCP провела измерения, которые проливают немножко свет на эту проблему. Вот здесь показана асимметрия в распадах полуэлитонных БС мизонов странных прелестных мизонов, а здесь обычных прелестных мизонов. Ну, в случае обычных прелестных мизонов асимметрии цельместивого с нулем, это в том числе и та же измерения, вот это вот стандартное значение стандартной модели. А это вот то, что намерила D0, вот эту полосочку, и она находится опять почти на четырехсильных стороне стандартной модели. Но новое измерение LHCP, они пока что окончательно эту проблему нет, закрывают, но все-таки они находятся в согласии, вот это они пока, вот этой полосочкой. Они находятся в согласии со стандартной моделью, и если все учесть, то разгождение со стандартной модели уже в меньших его относительно будет еще одна проблема. Ну, может быть, здесь же я должен упомянуть, что есть еще одна недавняя проблема в стандартной модели, это то, что LHCP коллаборация обнаружила неожиданно большое нарушение ЦП-симметрии в распадах демизонов, ну, почти один процент, и в то время как в стандартной модели оно ожидается как минимум на порядок меньше. Однако, может быть, можно и в стандартной модели дотянуть это значение до того, что наблюдается в эксперименте. То, что оно такое, уже было подтверждено в сети. Итак, мы поговорили о стандартной модели. Это замечательная модель, которая описывает все, что мы видим вокруг, но в нем много недостатков, вне слишком много параметров, не сомнечены герархии массы, констант, связи. Не до конца ясно, зачем мы на три поколения, потому что если все это не объясняет наше существование в ЦП-нарушении, то тут не надо бы в природе так уж стараться, если давать три поколения. А масса Хиггса, естественно, намного больше, чем она наблюдается. И, может быть, самое главное, это то, что стандартная модель описывает только малую долю того, что есть во Вселенной. Она описывает то, что мы видим, но она не описывает то, что мы видим. Они видим, мы, как известно, темную материю, но про это была предыдущая лекция, поэтому я просто скажу, что еще предстоит. Еще предстоит, да? Она будет вечером. А, ну да, понятно. Ну, надо никуда отбирать хлеб у короток у следующего лектора. Я скажу, что уже в 30-м году мы получим указание, что кроме видимой материи в Вселенной имеется еще какая-то видевая, как это называется темная материя, и ее в пять раз больше, чем видевая материя. Здесь свидетельствуют, что существуют, именно, скривые вращения звезд. Ну и есть также гравитационное ориентирование, которое показывает, что в кластерах балакти тоже имеется много больше материи, чем мы видим ее. А, надо заметить, что физикоэлементация частиц была полностью готова к этому, можно сказать, и имеет кандидата на роль частицы темной материи. Еще в 71-м году в Киане предположили, что существуют симметрии между басонами и фермионами, то есть у каждого фермиона имеется партнер басона, и у каждого басона партнер фермиона. Так, у электрона имеется скалярный электрон партнера, кварка скалярный кварк, скварк. У фотона фатина, это, соответственно, фиферая частица, у нейтрина скалярная нейтрина, ну и так далее. В самых простых реализациях суперсимметрии, самая легкая суперсимметричная частица стабильна, и может замечательно выполнять роль частиц темной материи. Она взаимодействует только слабым образом, поэтому является ВИМПом. Битлин Директинг Басик Партикл. И, соответственно, какие частички ищут. А зачем нам Сузи? Сузи нам нужна еще для того, чтобы, кроме темной материи, она, к тому же, стабилизирует массу Хиггса, поскольку вплата вот таких петлевых диаграмм компенсируют друг друга, и, соответственно, можно массу Хиггса держать маленькой. Кроме того, суперсимметрия позволяет достичь график юнификейшн, великого объединения. Вот здесь показывают, как константы взаимодействия ведут себя с энергией, и видно, что они не пересекаются в одной точке. А если добавить суперсимметричные частицы, то они замечательно пересекаются в одной точке. Вот здесь было предсказание суперсимметрии, которое предсказывало массу, соответственно, в этом случае как минимум 5 Хиггсовских базонов имеется. И вот самый легкий из них очень похож на Хиггсовский базон стандартной модели. И его масса нужна уже меньше 130 ГФ. Ну, именно это и наблюдается на опыте, поэтому в настоящий момент сказать это суперсимметричные Хиггсовские, или Хиггсовские стандартные модели мы не можем. И надо заметить, что сказать это будет даже и непросто, потому что при массе 126 ГФ ожидаемая масса суперсимметричных частиц других, с топа, скалярного топа, например, находится за областью чувствительности НХС, ну, в районе 4, ТЭФ и даже больше. Поэтому доказать, что суперсимметрии есть, может быть, будет не так и просто. Вот. Как регистрировать частицы темной материи? Ну, можно и в Хиггсовских пытаться регистрировать. Те, которые вокруг нас есть, они могут ударить отменное ядро, а получится энергия. Ну, энергия является очень маленькая, всего КЭВы, и поэтому нужно создавать очень сложные приборы, которые, кстати, мы создаем вместе с НИФИ, и вот здесь показан прототип ДТЭФ, сэкцием, который мы сделали в ДТЭФе, и на нем был опозначен в лучшую мере предел на поток частиц темной материи для спинзависимого взаимодействия. Можно искать овентиляцию частиц темной материи в Воспасе, но про это будет следующая лекция. Поэтому это я подключу. А можно их пытаться произвести на андромном коллайдере. Здесь вы видите, я поместил как-то детекторов, еще раз, чтобы напомнить, какой красивый этот проект Большой андромный коллайдер, вот какие детекторы. А это вот, кстати, наш вклад в эксперимент это колориметр, а словно для кварцев холодных, а сколько там традиционно нагрузки очень большие, то только вот такие традиционно стойкие колориметры могут выживать. А вот как будет выявление суперсимметрии на андромном коллайдере? Суперсимметричные частицы простейшей модели, по крайней мере, рождаются парами, и будет такой каскальный распад. Допустим, вот здесь родилось глюина, глюина, да, на этой картинке. Затем он испустился обычный кварк, и пришел в скварк. Скварк распался на нейтралинок, нет, ну, нет, на черджина, которая опять испустила кварк, и в конце концов произвела вот эту величайшую частичку нейтралина, которая и может быть являться в темную материю. И хотя здесь много таких частиц, которые не регистрируются, тем не менее, ожидаемые сигналы могут быть очень яркими, и в принципе LHC можно открыть сузи до с массой нескольких трен. Но, как я уже сказал, масса Хиксовского позона, которая измерена, она может говорить о том, что стоп, он за 3-м делами находится в действительности калорийческой. Но пока то, что есть, имеются только верхние пределы, на суперсиметричные частицы. Вот здесь масса скварка, а здесь масса дурина. И вот такие пределы, аналогичные, как масса дурина и нейтралина, тоже имеются только пределы. И надо заметить, что эти пределы модельно-зависимы. как сделать модельно-независимые пределы, это очень трудно, потому что параметров суперсиметричной теории бесконечное множество. И поэтому рассматриваются очень упрощенные модели, которые вполне могут не соответствовать действительности. Вот это поиск поиск темной материи с помощью вот такого процесса. Здесь кварт, который сталкивается, он танкируется за счет неспускания тормозного глюона или фотона. И вот полученные результаты они уже в какой-то области имеют такую же чувствительность, как и реагенный детектор, который ищет суперсиметрию с помощью темной материи, которая вокруг у нас должна быть. На большом огромном коллайдере ожидается ищется не только суперсиметрия, ищутся многие другие. Я имею в виду например, ищутся черные дыры. Это такой очень обсуждаемый вопрос. Вот так выглядело рождение и смерть черных дыры на большом огромном коллайдере. Ничего страшного не произойдет, она испарится. Но пока что никаких свидетельств рождения черных бурен нету. Хотя ищутся дополнительные измерения пространства. Вполне может быть, что мы живем не просто в пространстве и время пространстве, а что это просто мембранов какого-то пространства больших измерений. Причем больше измерений могут быть как очень маленькими, так и большими. Но как это себе представить? Представить себе еще дополнительные измерения очень трудные. легче представить наоборот, что измерений меньше. Представим себе, что гравитация очень сильна и расплющена на поверхности Земли. Когда мы стали двумерными существами, которые ползают по этому мембране, двумерные, хотя третье измерение существует, но мы поднять голову не можем, потому что слишком велика сила гравитационного взаимодействия. А гравитационного может улететь и в этом можно увидеть в нашем двумерном мире. У нас будет не сохраняться закон сохранения энергии импульса. Именно таким образом это и ищется на большом основном колайдере дополнительное измерение ищется в актоле, которые нарушают закон сохранения энергии импульса. Но пока тоже изменения рассечения рассеек других частиц. То есть искусствование дополнительное измерение энергетонной предначительной. Но пока никаких следов тоже нет. То есть пока что никаких следов новой физики за рамками стандартной модели не наблюдается. Хотя этому посвящено уже десятилетия десятилетия работы всего нашего сообщества. Никаких следов нет. Пока что есть пределы, но здесь оказывают примеры этих пределов. Следующий Z-базон, нет его, какой-нибудь возбужденный квар, тоже его нет. двин и сваркин, я на них уже говорил. Надо заметить, что хотя кексовский бозон открыт на большом бозоне коллайдере, исследовать его там не слишком удобно, как я уже говорил, в точности его свойства находиться на уровне от 50 до 10 процентов и поэтому обсуждается возможность строительства линейного электрон-позитронного коллайдера. И обсуждался по возможности того, что он будет построена в России, но буквально две недели назад Япония заявила о том, что она собирается строить линейный коллайдер у себя. Но линейный коллайдер начально на 250 кубер, для того, чтобы исследовать свойства XS-гон-воздок. А потом с возможностью его увеличения его энергии до 1 кубер. И линейный коллайдер очень много. В 2-ляных теки. Теперь, как выглядит линейный коллайдер? Почему линейный? Потому что при целом электроны теряют очень много энергии на излучение, на тормозе, и становится просто нереальным разогнать их выше 200 Г. Это существенно больше, чем 200 Г. Поэтому делается линейный коллайдер, и они сталкиваются всего один раз. Но при этом надо, естественно, ржать пучки токсилы, что цветимость по прежнему дула. А зачем линейный коллайдер? Дело в том, что когда мы сталкиваем тортон с протоном, это все равно, что сталкиваемся с 2 мишка с горохом, мы пытаемся изучить взаимодействие горошек. То, что нас интересует, это столкновение частиц, которые находятся внутри протона, а внутри протона здесь показаны только 3 частица, в действительности там их намного больше. Там 3 валента, кварков, плюс столько же энергии, нужны с углеводом, есть кварки, кварковые пары, то есть реально это грешок горох, а смешок горох. Начальное состояние совершенно неизвестно. А на МС все точно известно, начальное состояние известно, и поэтому можно хорошо изучать. Свойства? Все уже? Больше? О, хорошо. Значит, вот здесь показывают, что на линейном коллайдере можно много чего сделать. Это мы попустим. А я хочу сказать, что мы участвуем в подготовке экспериментов на этом коллайдере, на основе технологии, которые развивались в нефе, это сих пор, которые фотоунажители, группа Долгошенко, мы вместе с ними сделали первый большой дюжетер, основанный на этой технологии кейдж, и, соответственно, по кейджерам до заключения. Как сказать, тут все, значит, имеется вновь, о чем узнали, но в фотоунажном доме неизвестно. Здесь я не могу не сказать, что то, о чем я говорил, составляет пока что еще 30% того, что есть во Вселенной, потому что кроме темной материи и темной материи, еще 70% имеется темной энергии. То есть, по-какому, я не знаю, что она вообще. Спасибо за внимание.